За честный суд! Второй день проходит у Сергея Ивановича суд по продлению ареста имущества. Расскажите, вот вы вчера присутствовали там? Да, всем здравствуйте. Мы вчера присутствовали на первое заседание, которое мы смогли посетить, потому что мы проводились в Белос-Хабаровске, было открытым. Но назвать это правосудием, конечно, нельзя. Судья принимает решения, которые, в принципе, идут в противовес даже правовым документам. То есть адвокаты ссылаются на документы, которые нарушаются при проведении судом. Подозреваемые тоже ссылаются на документы, потому что все готовились. Адвокаты из Москвы, Сергей Иванович, все говорят, именно насылаются, делают ссылки в своих выступлениях документы. Ну, судья, которая вчера была, так нельзя. Мы понимаем, что не дай бог какому-то из нас попасть в эту миссану. Любому россиянину. Для меня вот всегда представление было о суде, что есть две стороны, которые спорят между собой. А судья, слушая доводы одной и другой стороны, принимает уже взвешенное решение на основании своих полномочий. Но вчера произошла совершенно абсурдная ситуация, когда и сторона защиты, и сторона обвинения сошлись на мнении, что заседание суда надо переносить ввиду явных законных причин и оснований. Все высказались единогласно. Но судья, выслушав всех, решила, что нужно продолжать суд, несмотря на то, что люди, находясь и живя на режимном объекте в СИЗО, отбывая, не знаю, незаслуженное наказание, без пищи нормальной, без того, чтобы присесть и отдохнуть. Мужчина с гипертонией, женщина с паркинсоном третьей стадии, ей было плевать. Просто продолжили суд. Это, я считаю, несправедливо как минимум.